Партнер проекта сайт manutd.one Он просто прибавил к своей коллекции очередную золотую медальку и даже не просто выиграл наконец титул с национальной сборной, он перешел в совершенно иной статус. Его теперь футбольный мир воспринимает совершенно иначе, мы сегодня об этом поговорим. И естественно мы взглянем на Криштиану именно через призву сэра Алекса Фергюсона, который, как мы помним, после церемонии награждения, эти кадры, которые пробивали нас на скупую мужскую слезу, когда Фергюсон подозвал Криштиану, тот впал в его объятия как к родному отцу. И Криштиану вообще неоднократно говорил в своих интервью, что Алекс Фергюсон для него как второй отец, не просто тренер. Это были не банальные слова, какие-то пафосные. Видно это отношение, оно видно. Так вот, я думаю, что сэр Алекс, сидя там на стадионе, когда он наблюдал за тем, как без пяти минут, потом без трех, без одной минуты Криштиану Роналду станет чемпионом Европы, когда он смотрел на то, как Криштиану ведет себя, уже не на скамейке запасных, а на тренерском фактическом мостике. Я думаю, что он искренне радовался, потому что в этом всем он видел свою руку. Именно сэр Алекс Фергюсон сделал из Криштиану бойца, профессионала. И даже за все эти годы, когда Криштиан играет на таком высоком уровне, мы все равно на этом Евро увидели его в новом качестве. Я уж не знаю, насколько откровением было для сэра Алекса, что оказывается, такие у него лидерские качества. Но я думаю, что ему было, если нам было приятно, то ему было втройне приятно. Мы все помним, как начинал Криштиану в Манчестер Юнайтед. Маленький щуплый парень, который дрыгал ногами, который изобретал финты, удары со штрафных, и, в общем-то, никто не мог с ним справиться. И еще он норовил понырять немножечко. И, в общем, все это накапливалось, он оброс, так сказать, хейтерами, но тогда это еще называлось недоброжелателями. Лексикон в футболе дополнился буквально несколько лет как. Так вот, Криштиан Роналду ушел из Манчестера Юнайтед в 2009 году, казалось бы, на гребне волны, когда Фергюсон вложил, по сути, в него все, что мог. И дальше он его отпустил, как бывает, когда в школе последний звонок, вот все, большое плавание. Ну, Криштиан уже к тому моменту был футболистом зрелым, обладателем золотого мяча, и то, с какой стабильностью он начал играть за Мадридский Реал. Как от сезона к сезону этот человек забивает по 50 голов, это просто космос, ребята. Это просто космос. Здесь аргументы вроде того, что, ну что там, он Альмерием всякими хетафи забивает. Конечно же, эти аргументы не принимаются. А почему до него великие нападающие, которых в истории футбола была масса, почему они не забивали постольку Альмерием и хетафи? В общем, Криштиану мы знали все, как прекрасно бомбардира. На этом чемпионате Европы он уже забил пяточкой, забил решающий пенальти в серии с поляками. И вот потихонечку, потихонечку люди начали прозревать, начали видеть в нем лидера. Когда, в частности, в той самой серии пенальти, которую он бил последний удар, когда он подгонял футболистов, когда он Маутинию говорил, мол, давай, иди, не волнуйся, все у тебя получится. Уже некоторые люди посмотрели на него немножечко другим взглядом, так сказать. И вот он финал, Криштиану ломается. Все накидываются на инстаграм Пайета. Если честно, мне хотелось в эту секунду тоже растерзать Пайета, хотя я далек от мысли, что это какой-то был умышленный грубый фол. Это, скорее, просто такой несчастный случай. Пайет играл в корпус, да, но Криштиану, в общем, не повезло, что его опорная нога оказалась в том положении, в котором она оказалась. Я бы не стал прямо очень сильно за это гнобить Пайета. Казалось бы, все, финал испорчен, но то, что нас ждало потом, никто этого совершенно не мог предвидеть. Мы все сейчас вспоминаем, причем я имею в виду массу вот в интернете, вот во всей вот этой каше, вот этой. Криштиану вспоминается именно за вот эти его поступки, когда он подбадрил футболистов, когда он там толкал тренера, тряс буквально его. Никто не вспоминает его гол пяткой, даже его забитый пенальти, даже его не забитый пенальти, даже почему-то никто ему уже не предъявляет. Я хочу, друзья, сказать следующее. Криштиану, мать Криштиану Роналду, она, если вы в курсе, буквально недавно вот написала, то ли как-то обратилась к Пайету с тем, что «Почему, почему ты скотина, ты такая, сломал моего сына?» Если мама Криштиану Роналду сейчас смотрит этот выпуск, то она должна, во-первых, взять свои слова обратно. Конечно, конечно же, коленка больно, понятно, это все понятно, но она должна минимум банок 10 отборнейшего варенья отправить Пайету со словами благодарности, потому что если бы не эта травма, если бы не сложилось все именно так, у Криштиану Роналду просто не было возможности так перевернуть отношение к себе и выйти на такой уровень и получить совершенно новый статус. То есть, допустим, предположим, Криштиан остался бы на поле, не вышел бы Эдер, но Криштиану забил бы 2, забил бы 6, истерзал, разорвал бы к чертой матери эту Францию, там заставил бы Лериса повеситься прямо там же на перекладине. Криштиану мы все признали бы, то есть штамп, что он великий футболист, к нему бы приклеился. Однозначно, конечно, то есть все эти разговоры по поводу того, что Криштиану, да, он там забивает Альмерием и всяким непонятным командам, ну вот тебе финал, где ж ты, где ж ты, дружочек, в финале, эти разговоры бы закончились. Но, но так как сейчас его начала воспринимать футбольная общественность, даже слово мужик в адрес его, хотя его большинство считают вообще-то не традиционной сексуальной ориентацией, ну так вот, его, его весь мир зауважал, даже именно в тот момент, когда Криштиану упал, когда стало понятно, что он пытается продолжить матч, но не может, уже тогда, согласитесь, даже у самых злобных хейтеров, вот этих подросточков, вот этих, даже у них немножечко подтаяло сердце. Ну, наверное, этому радовались отчаянные болельщики сборной Франции, потому что, понятно, им просто нужно выигрывать и плевать на этого Криштиана. Но, в целом, такой, такой негативный имидж накопился у Криштиану за последние годы, особенно на фоне, я не хотел в этом разговоре как-то упоминать Лео Месси, но на фоне, так сказать, положительного и правильного имиджа Леонеля Месси, Криштиану был таким плохишом, таким вот, он, знаешь, не празднует, не празднует он голы со своими партнерами, он такой весь эгоист, и, как сказать, да и вообще он, да вообще он гей вообще, о чем с ним можно говорить. Вот, и сейчас так все поменялось, и люди стали о нем писать такие положительные вещи, что, конечно же, в этом всем божье проведение и непосредственная заслуга Дмитрия Пайетта. Ну, а то, что Криштиану Роналду не смог превзойти рекорд Мишеля Платини по голам на Евро, какая же досада у Криштиану как раз не хватало в его коллекции личных рекордов. И знаете, что я думаю? Я думаю, что он вернется через 4 года, он сыграет на Евро и забьет гол, и тогда это будет уже совершенно другая величина. Сейчас Криштиану Роналду важно сохранить каким-нибудь образом этот имидж. Ну, как минимум начать праздновать голы со своими партнерами, если это поможет троллям и хейтерам. Ну что ж, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Криштиану Роналду, по поводу того, обрел ли он новый статус, или он в ваших глазах по-прежнему остался такой же девчулей плаксивой. Не забывайте вступать и посещать замечательные паблики наших друзей. Это man.youtube.one и это RedDevils, ссылки там вот внизу в описании под видео. Никогда, ни в коем случае не отчаивайтесь, потому что мы United. С вами был Миша, пока-пока.